Здравствуйте, друзья! Функция MouseSetStandardCursorImage позволяет заменить стандартный курсор мышки на другой стандартный курсор. Их много разных типов, но тем не менее мы его можем менять. Стрелочка, которую мы сейчас видим, это тоже один из стандартных курсоров. Итак, давайте поменяем. Для того, чтобы работать с мышкой, напоминаю, нам нужно активировать мышку. Вот, мы эту команду активируем. Через окно библиотеки горячей клавиши F3 мы вызывали метод. И создавали вот эту стропу кода. Теперь к этим переменам мы можем обращаться. Итак, хорошо, где-то в игровом цикле давайте сделаем следующее условие. Если наводим мышку на этого персонажа, будем менять тип курсор. Пишем простое условие. Если mouse, вот так вот, из Intersect, вот, из Instatic точнее, то есть если попал в статическую область этого персонажа, и нам нужно указать название этого персонажа. Он называется у нас Idle. Тогда мы выполним простую операцию. Так, Mouse Asset, вот, стандарт, курсор, имидж. И здесь нам нужно указать название стандартного курсора. Одно здесь я в примере привел, тем не менее, где их взять. Все очень просто. Открываете Google, либо другой поиск, и находите по названию курсоры мышки, название ваш темы. И вот, например, давайте изменим на вот этот Pointer. Просто его здесь укажем. Вот так вот. Отлично. Сохраняем, запускаем. И обратите внимание, как только мы навели мышку на этого персонажа, мы изменили курсор. У нас нет обратного условия вернуть курсор на место, потому что он поменялся при этом условии. Но мы можем написать другое, например, вот так вот, else, и вернуть его на место. То есть используем другую команду. То есть если мы не наводимся на этого персонажа, то у нас будет стандартный курсор. А стандартный курсор у нас называется, посмотрим как, вот. Default. Указываем его тип вот здесь вот. Готово. Давайте посмотрим еще раз на рендере, что у нас получилось. Сохранили все это дело. Итак, навелись на персонажа, изменили курсор на выбор. Ввели с персонажа, со статик-бокс персонажа, курсор стал обычным. Ну что ж, у нас с вами все получилось. На этом я завершаю этот видеоурок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Артичкин, основатель образовательного портала multuroke.ru и разработчик игрового движка PointJazz. До встречи в новых видеоуроках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok